Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы разберемся, как оплатить покупку на Алиэкспресс через Paypal. Для начала мы заходим на сайт Алиэкспресс и проверяем, авторизованы ли мы на нем. Ну, либо нужно авторизоваться, если вы не сохраняете свои данные. Далее нужно выбрать товар, который вам понравился. В моем случае внешние жесткие диски я смотрю. Сейчас выберу подходящий вариант. Вот, например, да. Щелкаем по понравившемуся товару, смотрим все его характеристики. Если у вас все устраивает, выбираем тот цвет, объем, ну и прочие параметры в зависимости от типа товара. Дальше смотрите, то есть, если вы собираетесь еще какой-то товар смотреть, либо, например, отложить покупку хотите, жмите добавить в корзину. Если вам нужно сию минуту оплатить этот товар, жмем купить сейчас. И система нас перебрасывает на страницу оформления заказа. Здесь мы смотрим в первую очередь то, что нам интересно. Это способ оплаты товара. Жмем кнопочку «Показать все способы». И здесь в списке что? Банковская карта, Google Pay, U-Money, Kiwi, мобильный платеж, онлайн-банки и WebMoney. PayPal в списке нет. И это в принципе не случайно, потому что там Alibaba Group, которая принадлежит Алиэкспресс, они отказались от сотрудничества с данной системой достаточно уже давно, потому что это система магазина eBay. Ну и, соответственно, eBay прямой конкурент Алиэкспресс. Ну и, соответственно, это одна из причин, по которой они отказались от сотрудничества. Еще причина чисто техническая, потому что с PayPal там были задержки массовые одно время. Ну и, соответственно, это привело к тому, что там Алиэкспресс забросали жалобами люди из разных стран. Ну и, соответственно, в итоге они отказались от сотрудничества с данной системой. Поэтому, если вы хотите оплатить товар, вот варианты, которые представлены, и других нет. Я много в сети находил информации о том, что там можно как-то оплатить через PayPal, да, но когда начинаешь разбирать детально, все эти описанные способы оказываются несостоятельными. Поэтому, ну, я рекомендую со своей стороны оплачивать картами, причем не обязательно это банковская карта, это может быть виртуальная карта U-Money, тогда не обязательно там светить свои личные данные. Либо, например, виртуальная карта Kiwi, как вариант. Поэтому, вот в настоящий момент можно только такими способами оплачивать товар. Если у вас вопросы возникли по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.